Славянские и финно-угорские племена обратились к варежскому конунгу по имени Рюрик. Этот умелый мореход и отважный воин уже много раз бывал в славянских землях. Он защищал груженные товарами ладьи от пиратских набегов, получая за это достойную плату. Теперь же послы предложили Рюрику необычную сделку. Они просили его стать их князем. Князем обильной северной земли, в которую Рюрик должен принести мир и порядок. Каждый из купцов, проходя со своими судами по Волхову, платил князю немалую дань. А сам Рюрик даже не догадывался, что закладывает первые камни в фундамент великого государства. И что его потомки будут занимать княжеские и царские престолы еще многие сотни лет.